Атом Дуба! Так вот, для вас у меня две новости. Одна плохая, другая хорошая. Начну с плохой обязательно. Есть такая теорема, которая называется теорема Ирншоу, которая вместе со своими следствиями утверждает, что как бы ты магниты не расставил, устойчивого равновесия ты не получишь. Неустойчивое равновесие это когда магнит хоть на полмикрометра из точки равновесия сдвигаешь, и он летит к чертовой матери. Хороший пример неустойчивого равновесия это шарик, находящийся на горке. А пример устойчивого равновесия это шарик, находящийся в яме. Причем с магнитами получить устойчивое равновесие нам не помогут ни их количество, ни их сила, ни даже внешнее магнитное поле, ни внешнее электрическое, и даже гравитационное поле Земли не поможет. Это была плохая новость, теперь хорошая новость. Теорема Ирншоу ничего не говорит обо всем остальном. Я знаю целых несколько способов, как осуществить магнитную левитацию. И сегодня я расскажу о первом из них. Мы используем еле-еле заметный эффект, который называется диамагнетизм. Суть этого эффекта заключается в том, что в природе существуют материалы, которые намагничиваются не вдоль внешнего магнитного поля, а против него. Поэтому, если обычные железки, типа там монеток или гвоздей, притягиваются к магниту всегда, то диамагнетик будет всегда от магнита отталкиваться. Проблема в том, что диамагнетизм это очень слабый эффект. И чтобы хоть что-то получилось, нужно взять достаточно мощный магнит, у меня это неодимовые магниты, и достаточно хороший диамагнетик. Я использую пиролитический графит. Видно, что графит летает совсем на небольшой высоте, примерно миллиметр от магнита. Если взять кусочек потяжелее, то высота будет еще меньше. Саркис, а вот почему ты используешь несколько магнитов, сцепленных вместе, а не один? А ты очень наблюдательный. Давай проделаем тот же самый эксперимент, но используем только один магнит. Графит отталкивается от этого магнита и стремится улететь вбок. Но даже если получится кусочек графита поставить так, чтобы он не улетал, левитации это никак не назовешь. Из-за того, что сила отталкивания слабее на большом расстоянии и сильнее на близком расстоянии от магнита, кусочек перевешивает, он наклоняется и встает на ребро. Левитация получается, если использовать магниты, расставленные в шахматном порядке. Я пометил магниты, повернутые южным полюсом вверх красными точками, магниты, повернутые с северным полюсом вверх, я не пометил никак. Итак, кусочек графита отталкивается от этих магнитов и стремится расположиться между ними, где магнитное поле слабее. Вообще говоря, диамагнитных материалов очень много. Да что там говорить? Я сам диамагнетик! В каком смысле? Ну, я больше чем наполовину состою из воды, а вода это диамагнетик. Поэтому, если сделать реально очень мощный магнит, то можно заставить левитировать живого человека. Пока никто так не делал, но зато в 2000 году Андрей Гейм получил Шнобелевскую премию, есть такая шуточная премия, за то, что заставил левитировать живую лягушку. У меня такого мощного магнита, как у Гейма нету, поэтому я проведу другой эксперимент. На поверхности воды плавает пластмассовый медиатор. Пластмасса это не магнитный материал, но гладкая поверхность воды искривляется под магнитом из-за того, что вода отталкивается от него. В воде образуется невидимая невооруженным взглядом ямка, куда и устремляется пластмассовый медиатор. Ты можешь сам повторить этот эксперимент у себя дома, если у тебя есть достаточно мощный магнит. Покеда, чувак! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!